этим голосом сказано все интеллект эрудиция интерес к жизни программа леонида володарского программа предназначена для лиц старше 16 лет здравствуйте у нас в гостях евгений белаш историк здравствуйте евгений евгений а можно я прорекламирую следующую передачу прямо сейчас попробуйте да нет я пробовать нечего делать евгений буквально скажем днями был в сирии по приглашению и поездка была организована министерством обороны в числе группы я не знаю историков и журналистов наверное можно так сказать пошел и посетил базу хмимим серии и был в алеппо но я об этом узнал только сейчас вот буквально до эфира и так как евгений человек серьезный ему надо готовиться потому что просто делиться путевыми впечатлениями я думаю мало интересно и для нас слушателей для него эта тема будущей воскресной программы все будет нормально мы увидимся и евгений поделится с нами своими впечатлениями я прорекламирую следующее воскресенье с 10 до 12 спасибо с радостью это конечно не в коем случае не делает меня экспертом по сирии и тем более военным журналистом но что смогу то расскажу нет так речь именно и идет о том что вы видите все это глазами скажем стороннего человека и это свидетельство но тем более ценно да ну а тема сегодняшней передачи это продолжение беседы которую евгений уже проводил на радиостанции говорит москва это первая мировая война совершенно и так как первая беседа получилась обзорной по большей части вот у меня есть вопросы вы будете иметь возможность задать свои вопросы чуть позже которые я бы хотел сейчас задать евгений евгения скажите пожалуйста есть присказка знаменитая я не знаю правильно она или нет что генералы всегда готовится к прошлой войне да и по крайней мере скажем так в те времена говорили об и скажите пожалуйста вот что пришлось менять на ходу потому что я просмотрел вашу книгу тайны первой мировой войны очень понравилось очень серьезно и видно сколько времени вы потратили на источники архивы и вот там было написано что оборонная тактика окопы полный профиль неполный профиль ходы сообщения эшелонированная оборона это пришлось вводить прямо на ходу да вот вопрос а вы не могли бы остановиться на этом аспекте темы которую вы так глубоко изучали хорошо то есть на том что пришлось срочно вводить да и первый вопрос это оборонительная тактика а ну а дальше у меня есть вопрос о танках хорошо как развивалась танковая техника по ходу первой мировой ну давайте начнем с окопов отлично так вот есть распространенные стереотипы что до начала первой мировой об обороне никто не думал сейчас появляются работы по подняли архивы нет об обороне а во французской например армии одной из крупнейших армий европы хорошо думали думали об обороне и в британской армии и офицеры были например на русско-японской войне изучали о конечно опыт своей англобургской войны и давали очень интересные рекомендации а вся проблема в том что например франция она долгое время готовясь к оборонительной войне но одновременно ей надо было иметь дело с результатами прошлой войны франко-прусской то есть вернуть обратно утраченные провинции альзас и лотарингию это было своеобразной идеей фикс нескольких десятков лет французской пропаганды вот так взять и отказаться мало было невозможно поэтому французы были по сути обречены наступать чтобы отбить утрачены хотя да они уделяли внимание и обороне и тактики обороны но в начале войны так или иначе планировали наступать то же самое и германия они предполагали что если против них целая коалиция антанта то мы сейчас быстренько разобьем одного за другим противников и никакой длительной войны не будет хотя были определенные статики которые предполагали возможность и длительной войны но старались ее избежать в том-то и парадокса первой мировой войны что видели возможности но все страны участники постепенно втягивались в своеобразную воронку и в результате мы имеем то что имеем позиционную бойню первой мировой то есть войска попадают под огонь современной артиллерии современных пулеметов магазинных винтовок с очень высокой скоростыльностью с пробивающей способностью пробивает практически все кирпичные стены стволы деревьев и так далее в результате пехота оставшиеся в живых залегает несмотря ни на какую храбрость храбрые люди пытаются позвать ее вперед и гибнут практически моментально на всех фронтах в результате солдаты чтобы остаться в живых начинают копать копают руками копают штыками копают чем придется касками я вот в хронике первой мировой войны разные совершенно армии касками копают но каски появится чуть позже именно как средство защиты головы возникают первые примитивные окопы пусть примитивные но они хотя бы скрывают вас от непосредственного прицельного огня и происходят перестрелки на расстоянии в первые десятки метров в то время как до войны предполагают что можно вести спокойно залповый огонь на дистанции скажем пару километров а то и больше а здесь перестрелки максимум а это 100 200 метров в результате обученный стрелок он лежит в удобной позиции и на такой дистанции там достаточно высунуть хотя бы пол головы или поднять руку моментально в нее влетает пуля вскоре появились первые траншейные перископы небольшая трубочка комбинация зеркал выдвигаем в не тоже влетает пуля в результате мы не можем вытащить даже своих раненых и убитых вот они лежат уже непосредственно буквально в паре шагов иногда достаточно протянуть руку но мы даже и этого не можем сделать расстояние между окопами противостоящих сторон есть какие-нибудь данные я конечно понимаю что говорить средняя цифра на западном фронте каково было это 1 окопа возникали там где атака не удалось она была остановлена отбита что на русском фронте что на западном фронте это первые десятки метров 100 200 300 может быть метров а потом от на что называется где упал где окопался эти позиции удерживаются не всегда они оказались в наиболее выгодных местах но что делать воевать где-то надо эти окопы углубляются расширяются я хотел бы вас прервать здесь евгений это происходило спонтанно или появлялись специалисты которые говорили что а глубина окопа должна быть такой-то а стенки надо усиливать вот так стенки окопа должны быть там вот под таким углом или доходили как говорит своим умом до всего использовали опыт крепостной войны собственно там где а должны были появляться первые проволочные заграждения это еще опыт крымской войны там где проволока была еще гладкая не колючий это опыт гражданской войны в сша русско-японской и англобургской все это было обобщено в наставлении а теперь приходилось применить на практике уже не только в крепостной войне не только войне где-нибудь в южной африке или в маньчжурии а уже непосредственно в европе то есть это уже была военно-научная мысль да не инициатива скажем не окопной но инициатива шла и снизу и сверху внезапно выяснил что если мы строим очень аккуратные ровные траншеи выкладываем их аккуратными одинаковыми мешками строго одинакового размера то мы даем противнику замечательную мишень наоборот надо строить неровный верх траншеи чтобы если мы поднимаем голову то могли бы затеряться на фоне прочих мешков мы должны делать себе извилистые траншеи с определенными углами обстрела мы выбираем определенные позиции для пулеметов чтобы они с одной стороны были хорошо укрыты а с другой могли отразить вражескую атаку и там много много хитростей например к пятнадцатому шестнадцатому году выкопывали траншеи глубиной метров 3 и убежище глубины так метров в девять десять выяснилось лопатами лопатами потом появились специальные каналы копатель на механической или конной тяге потом для подземных работ применяли и пневматические молотки и специальные электрические буры и заряды взрывчатки конечно шли в дело то есть это была индустриальная война двадцатого века окопная индустриальная окопная война когда видишь хронику первой мировой войны иногда попадаются кадры аэрофото съемки и складывается впечатление что это настоящий окопный город причем даже можно предположить что когда взята первая линия окопов а там не один окоп люди отходят под натиском противника дальше дальше а ширина окопов это я почерпнул из вашей книги такая что люди несут санитарные носилки предположим с раненым им навстречу идут их сослуживцы они расходятся не особенно прижимаясь к стенкам окопа а да это уже середина войны когда траншейная система из первых примитивных ямочек окопчиков развилась уже в достаточно на разную систему полевой фортификации то есть это уже на вы только что сказали это полевая фортификация это наука да то есть она осуществлялась методами 20 века но некоторые приемы например русская сапа это небольшая крытая траншея быстро выкапываем к противнику это еще методы крымской войны а то и более ранние уходящие где-нибудь к 17 веку одни и те же проблемы мы не можем добраться до противника вызовет примерно одинаковое решение просто на новом технологическом уровне то есть ближе подходит подойти к противнику это выкапывается вот это запа да это такое не глубокий извилистый ход впереди несколько мешков землей и мы ночью аккуратно как можно тише копаем противник нас естественно обстреляет поэтому сапа извилистая чтобы осколки не летали а по всему ходу если знаете технологию которая как раз шла еще 17 века то такая сапа выкопается достаточно быстро проблема в том что противник конечно тоже не стоит на месте и всячески старается нас вызвать и что собой представляет линия обороны вот окопная линия обороны вот просто вы наверняка видели массу фотографий вы смотрели хронику но я уж не говорю про документы опишите нам это пожалуйста на 16 17 год мы имеем несколько линий обороны а каждая линия обороны это несколько 2 3 линии траншей связанные между собой а каждый участок пристреливается зачастую пристрелится многослойно каждое убежище отдельно в результате даже очень сильный арт обстрел полностью такую систему вывести не может даже если мы тратим миллионы снарядов на достаточно небольшом участке фронта части солдат переживает арт обстрел особенно если мы не знаем где именно находится противник мы выбрасываем на ветер миллионы снарядов а надо отметить что значительная часть них к тому же не взрывается пятая часть четвертая часть а то и больше совершенно же огромные цифры до что брак до заводской брак а чем он связан с тем что все квалифицированные рабочие мужчины ушли воевать а кто там остался прежде всего он связан с тем что надо было вырастить меня производство снарядов во много раз зачастую в десятки раз более того получите новые орудия которые до войны существовали хорошо если в опытных образцах их надо как-то изготовить изготовить к ним совершенно новые снаряды с новыми взрывателями под новые задачи естественно когда мы не имеем практически ни малейшего опыта а как все это организовывать на новых заводах с новыми рабочими потом и из новых материалов естественно цветные металлы качественная взрывчатка и все остальное в дефиците в дефиците у нас и качественные станки в результате мы имеем что имеем чудовищное количество рзсов 15 год это невообразимая мешанина артиллерии от купе античных и средневековых баллист причем сделанных на современном уровне то есть они разбирающиеся они имеют например привод от велосипеда они очень компактны они устанавливаются в любой траншеи дальность у них конечно первые сотни метров но для окупной войны это вполне достаточно одновременно мы имеем опневматические минометы накачиваемые насосами наподобие велосипедных или подключаемых к баллону с сожжатым воздухом даже задача закинуть любую взрывчатку любым путем в ближайшую вражескую то есть любое взрывное скажем устройство будь то гранаты или там они в окопе собрали что-нибудь именно гранаты зачастую собирали прямо на месте из консервных банок причем мы собирали масса мы были даже специальные образцы как именно я готовить такую-то и такую-то гранат потом а к такой гранате можно было приделать шумпу засунуть в стол винтовки винтовка конечно от этого страдала но ресурс и и уже никого не заботил стреляем холостым патроном пороховые газы выбрасывают этот снаряд то он тоже летит где-нибудь на сто двести метров принятые тренировки вполне можно попасть в противника если это про образ рпг нет это скорее про образ современных подствольных гранатометов но тактика тоже самое и первые оружейные гранатометы появились массово именно в первую мировую войну хотя опыта были конечно и раньше но расцвет произошел именно тогда гранаты быстро стали сами разнообразными появлялись и зажигательные и дымовые и сигнальные и газовые гранаты особенно со слезоточивым газом то есть на любой вкус опять же были теоретики военного дела которые предполагали что с появлением пулемета воевать никто больше не будет слишком страшное оружие казалось что пулемет затянул войну но никто не хотел сдаваться слишком многое было потрачено и слишком многое боились потерять в результате несмотря на выкладки целого ряда и гражданских теоретиков и военных теоретиков война продолжалась любой ценой если мы теряем до военную кадровую армию мы набираем или люди идут добровольцами заново количество поэтов ученых писателей и других выдающихся деятелей науки культуры погибших на первой мировой просто поражает воображение особенно это для англоязычного мира поскольку там а каждый поэт и так далее документировано где когда как он погиб что писал и так далее у нас в связи с революции прочими пертурбациями судьбы людей во многом затерялись но там это до сих пор страшный шок для нас это конечно удивительно но именно там великая война это первая мировая война а вторая вторая мировая война да это по сути война продолжение который в англии факультетами уходи клубами ну я имею ввиду клубы социальные какими клубы небольшими городками футбольными командами и так далее так далее в результате одна неудачная атака и какой-нибудь городок получает известие простите но все ваши молодые люди они вот там лежат а во второй мировой войне они же отказались по моему да баба от этой практики и там еще возникали коллизии с доминионами то есть с австралией новозеландии канады там тоже индусов никто просто не считал особо так в те времена на земные войска с индусами возникали особые проблемы классическая индийская часть а в индии комплектуется по строго определенной системе то есть сколько-то у нас индуистов сколько-то мусульман столько-то таких столько-то таких после восстания сипаев в россии и 1787 года британцы учили этот опыт и в результате продумать такую структуру чтобы ни одна часть не могла взбунтоваться разом все время останется какой-то лояльной костя который с другими солдатами не пойдет в результате возникала определенная проблема вот у нас есть индийская дивизия она несет потери запрашивается а пришли нам столько-то индуистов вы что с ума сошли где мы найдем столько индуистов на западном фронте а тут еще необходимо учитывать и приверженность к совершенно другой еде к другому климату а просто к другой войне когда индусы попали под применение подземных фугасов массовое это очень сильно давил на психику но с другой стороны если классический индийский солдат с точки зрения савенкова это наш писатель и террорист одновременно он ездил он ездил по западному фронту оставил очень интересные мемуары именно по горячим следам если классического индийского солдата он сравнил с русским крестьянином такой же нетребовательный такой же терпеливый тот гурки это непальские горцы а как в анекдоте а этим зверям вообще оружие не выдают у них была репутация что своими огромными ножами кукри они просто обожают оторезать немцев они действительно зачастую ходили в совершенно головоломные атаки которые в начальный период войны иногда даже удавались ходили в разведку то есть первая мировая война чем и интересно совершенно невероятным диапазоном событий нам могло быть буквально все но ведь гурки они заслужили право получать британское гражданство из своей среды выделять офицеров а да в результате они до сих пор и являются одними из наиболее элитных частей частей прямо наряду с это со специальным диверсионно-развитебным полком с асом с парашютно-десантным полком и так далее и так далее но вы действительно вот сейчас обратили внимание слушатели мою на колоссальное количество событий первой мировой войны самых разных а которых очевидно даже человек который слегка интересуется историей он не в курсе вот сейчас новости у нас а после новостей мы продолжим леонид володарский этим голосом сказано все продолжаем нашу беседу с историком евгением белошом и так значит мы немножко отклонились по поводу того кто сидел в окопах то есть если сегодня бы была возможность снять сверху окопы первой мировой это был бы город огромный да причем очень протяженные как в ширину буквально от северного моря до горшвейцарии так и в глубину в этом и трагедия в том что если мы находимся на стороне противника мы просто не видим всей глубины его вражеской обороны и только когда идем в атаку видим все эти сюрпризы которые он подготовил и скрытые где-то в тылу батареи и укрытые на нашем фланге пулеметы и все остальное то есть там же ведь плюс к этому какие-то медпункты где надо оказывать первую медицинскую помощь кухни столовой да нет по или были все таки были полевые кухни причем по русскому опыту долгое время французы от некий альзи говорит что каждый наш солдат в душе повар на приготовить индивидуально но нет потом появились полевые кухни практически во всех воюющих армиях соответственно начали выслеживать когда солдаты идут есть одновременно в том и парадокс когда солдаты замечали что в определенные периоды по ним не стреляет поскольку противник грубо говоря ужинает внезапно возникла мысль а мы-то зачем стреляем и возникали такие неформальные перемирия потом а естественно когда солдат сидит в окопе у на своего начальства то зачастую не видит он на слушать только противника а если там а какой-нибудь праздник например рождество поются песни с другой стороны тоже начинают петь свои песни и завязывается неформальное перемирие особенно трогательным она была в четырнадцатом году когда всемирное ожесточение еще не дошло до точки потом перемирие было все меньше и меньше хотя на русском фронте к семнадцатому году она по понятным причинам тоже и брата не солдат и политика живи и давай жить другим зачастую поребладала но было и обратно например достаточно почитать и немецкий учебник по огнеметам он написанный вскоре после войны я даже не знаю как передать свои ощущения то есть там буквально первые же строки вы лучшие солдаты но вы особо отмечены императором у вас специальные знак на левом рукаве шеврон а что там был индика что череп и кости вы бессмертные саперы в русском переводе пионеры но это те кто первопроходцы да но картина пионеров под барабан с горным и в гаусс таки идущие с огнеметами на перевес это конечно когда переводят на думать 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 так же тоже первая мировая война огнемет именно и там совершенно спокойно указывается как именно жечь живых людей из огнемета что даже если до противника ваша струя огнесмеси не долетит то горящие пары все-таки могут достать до противника и что называется немножко его пожечь а если не доработает огнемет то у нас же есть пехота вот ее ручные гранаты бегущего противника бегущего от огня как раз очень хорошо достанут и отдельно указывается большое психологическое воздействие огнеметов какой именно типа огнесмеси нужно применять чтобы он давал много дыма в результате противник не видит огнеметчиков он видит только накатывающийся на него вал огня и дыма и естественно паникует там отдельно рекомендовалось использование легких огнеметов для разведки то есть огнеметчики в составе разведки подкрадываются к противнику если противник оказывает сопротивление по ним бесшумно в отличие от граната работает огнемет и также быстренько осматривается грубо говоря к своим там даже отдельно указал что для огнеметчиков это должно быть что-то вроде спорта то есть идти в разведку с огнеметом да наверно чтобы доступнее было да инструкция должна быть доступна хорошо танки чего все началось и как танковая техника в течение первой мировой войны прогрессировала все началось именно с окопного тупика у нас огромное количество колючей проволоки причем ряды и и все время увеличивается и возникает целая система проволочных заграждений как правило уже на металлических колях зачастую потоком прикрыты минными полями в результате пехота своими силами эту колючую проволоку разбить не может и артиллерия не может разбить крупные снаряды пролетают сквозь колючую проволоку подбрасывают ее и секция колючей проволоки пропадает обратно у нас возникает только воронка такие воронки только мешают пехоте пройти а в результате хотя к 16 году пытались снести колючую проволоку целиком но выходило только хуже опять-таки и в силу указанных выше дефектов взрывателей снаряды либо взрывались слишком рано либо слишком поздно либо не взрывались вообще нам надо придумать какое-нибудь такое средство которое могло бы пройти сквозь колючую проволоку и наконец достать эти проклятые пулеметы и естественно еще расчистить дорогу пехоте да да в результате еще с начала войны в умах очень многих военных самых разных стран носилась идея о том что неплохо бы нам где-нибудь раздобыть вездеходное шасси например на базе трактора обшить его броней поставить на него какое-нибудь оружие и вот она готовое средство с другой стороны осталось понять как это сделать хотя еще герберт уэллс по мотивам англоборской войны описал танки как они будут действовать у него есть небольшой рассказ сухопутные броненосцы он перейден на русский и там исключительно доступны и красочно изложены именно причины по каким эти танки появятся на поле боя хотя танками их конечно еще тогда никто не называл именно в силу того что пехота никак не может добраться до противника и остаться при этом в живых отдельные смельчаки конечно находились они выживали они добирали до противника закидывали его гранатами но потом мы их либо убивали либо они попадали в плен либо они возвращались обратно и так оставалось понять как нам сделать некую бронированную машину как она будет выглядеть предлагали совершенно крышесносительные проекты вооруженные как корабельной артиллерией так и чем угодно в итоге а постепенно в англии дошли до идеи того что мы знаем как танк ром то есть а широкие гусеницы вдоль всего корпуса орудия в небольшие 57 миллиметровые пушки или пулеметы в спонсорных классический для носа вид танка появится чуть позже у французов а почему не появился у англичан если поставить на пушку слишком высоко от земли там грубо говоря может перевернуться поэтому англичане выбрали больше в корабельном стиле размещение орудий традиционно в итоге был такой эрнест суинтон я его упоминал в предыдущей передачи пожалуйста почитайте его книгу не пожалеете тогда я бы попросил евгений вас еще раз повторить имя и фамилию автора и название а с большой радостью эрнест суинтон оборона дурацкого бруда в русском переводе она же defense of the first drift и очень толковый автор с многолетним опытом военных теорий и практики в итоге как раз и предложил идею танка за нее ухватились долго отсеивали проекты но в результате к осени 16 года сделали несколько десятков опытных танков причем суинтон надо отдать ему честь заранее описал как должны действовать танки они должны действовать внезапно если потом эффект будет утрачен то все пойдет на сморку танки должны действовать массировано они должны иметь опытные экипажи и они должны действовать на подходящий для танков местности вся трагедия в том что после того как мы перекопали мирные поля франции и бельгии и россии и польши и так и италии миллионами снарядов а разрушили всю систему ирригации то поля зачастую представлять собой буквально лунный ландшафт это не преувеличение именно так регулярно сравнивали если мы посмотрим на аэрофото снимки полей первой мировой войны то там буквально воронка на воронке в результате первое применение танков 102 года назад в бой идет чуть больше 30 машин механики водители устали от долгого ночного марша они сами вели эти машины к полю боя а потом пошли в атаку почти никто не имел карт никто еще не знал как именно танки поведут себя в бою но надо было бросить в бой поскольку пехота уже не выдерживал огромных потерь вот это как раз кардинальная можно сказать фирменный знака первой мировой войны да мы знаем как применять танки но вынуждены применять их наперекор всему что мы знаем танки бросили в бой крохотной кучкой причем в бою они разбрались действовали поодиночке значительная часть из них просто сломалась или застряла насколько надежно были первые эти машины это было что-то такое чудовищное то есть мы сейчас поднимаем документы по второй мировой войне есть отдельные авторы например дмитрий шейна и андрей уанов они написали замечательная работа по нашим танкам как трудно было их выпускать как трудных было применять силу очень малой надежности и многих других объективных причин так вот по сравнению с танками первой мировой особенно первыми танками танки второй мировой войны ресурс гусениц первые десятки километров всего то есть мы чуть-чуть поездили на танки хотя бы на полигоне и все гусеницы надо менять мотора тоже самое причем моторы тогда еще стояли непосредственно в боевом отделении то есть они ничем не отделились у них не было глушителей поэтому весь экипаж находится в стальной коробке без всякой амортизации части экипажа который стреляет из пушек и пулеметов она не стоит и не сидит она в совершенно скрюченном состоянии причем в движущейся машине внутри темно выхлопные газы очень высокая температура до 50-60 градусов поэтому зачастую экипаж и просто терял сознание потом приходил в себя отъезжал в тыл пехота говорила ну помогите и вот этот экипаж действительно задокументированы такие случаи те кто еще мог как-то вообще передвигаться снова шли в бой оставив остальных кто еще не пришел в себе вне танка были случаи когда танк подбивали тогда экипажи доставляли револьверы и шли в бой по пехотному в поле пулемета да потому что на танке пусть и не сразу но при грамотном применении даже в первом бою мы несмотря на то что в общем атака скорее не удалось отдельные танки показали на что способны когда у противника не средство борьбы с танками даже один танк это очень страшное оружие он может ездить по траншеи он может мешать противнику стрелять и только несколько сотен пленных когда пехота подходит и берет ополумевшего противников в плен с другой стороны немцы очень быстро оправились от первого шока и принялись использовать целый набор средств борьбы это были противотанковые гранаты включая связки гранат это были специальные столбы между которыми натягивалась тросы такая колючая проволока для танков конечно не колючая но общий принцип был похож выкопывались специальные рвы шириной несколько метров именно поэтому очень долго каждому танку ставилось условие он должен преодолевать атаку это забор он должен повалить металлический стоп сантиметров 5 толщиной и так далее он должен полить такое-то дерево он должен прорвать колючую проволоку он должен перелезать через ров такой-то ширины соответственно и немцы быстро изобрели бронебойные пули использовали специальную противотанковую артиллерию на основе противо штурмовых пушек там калибра 37 77 миллиметров то есть это сравнительно легкие компактные быстро перерезимые орудия часто и стали уже и на автомобиле появились первые противотанковые самоходки проводились специальные телефонные линии штаб и как только начиналась танковая атака то специальные команды борцов с танками быстро стягивались официальные борцы с танками в результате на полигонах отрабатывались и методы борьбы с танками на основе трофейных катались специальные макеты чтобы пехота к ним привыкла и стоить с другой стороны просто одни учились воевать вместе с танками а другие против на специальных полигонах даже жгли танки из огнеметов проверяли как они будут работать возник что до огнеметы очень хорошо работают использовали даже именно танков да то есть обычно миномет стреляет по навесной траектории а немцы поставили его горизонтально и на определенной дистанции мина летит в танк попадает опять же появились и первые противотанка именно сначала на основе снарядов а потом уже и специальной конструкции появились первые противотанковые ружья это внешняя обычная винтовка просто очень очень большая у нее огромная отдача у нее очень сильный звук выстрела в результате когда британцы посмотрели на трофейные противотанковые ружья у их оценки из большинства таких ружей в бою даже никто не стрелял бросали сразу а надо сказать что движущийся на тебе танк первой мировой войны сейчас на ютубе доступна эта хроника это исключительно страшное зрелище если фактическая их скорость на поле боя ну хорошо очень хорошо если два километра в час то немцы регулярно описывали какая же у них страшная огромная скорость когда на тебя движется это чудище как же она страшно с другой стороны те же самые немцы убеждали свою пехоту что танков бояться не надо вы немцы вы сейчас успокоитесь и все эти британские французские придумки легко уничтожить у немцев очень быстро накопилось немало трофейных танков но тут возникла своя проблема подготовленный пехотинец из штурмовых команд по полю боя бежит гораздо быстрее чем первые танки в результате немцы бы и хотели применять танки совместно с пехотой но их было слишком мало трофейных и кроме того немецкая пехота бежала в атаку быстрее чем трофейный танк но это были специальные штурмовые группы да да их что отличало от пехоты их отличала специальная тактика то есть до войны предполагать что солдаты будут достаточно унифицированы вот у всех есть винтовка одного и того же образца есть капрау есть офицеры все в общем-то замечательно но еще где-то рядом есть пара пулеметов на полку на что такое как-нибудь потом разберемся опять-таки были специальные наставления по пулеметам и по обороне и по многому другому но мировая война в том-то и дело что мы не знаем заранее какое именно а тактическое средство нам применить соответственно вместо ровных рядов пехоты которые зачастую шла вот в атаку с не заряженным оружием более того зачастую специально вынимали затворы а почему по опыту бурской войны когда мы ночью аккуратно подкрадаемся к противнику большими группами батальонами полками какой недорог обязательно выстрелит и сорвет на всю атаку именно поэтому и в британской и в немецкой армии шли в атаку с незаряженными винтовками но были конечно и исключение специально вынимали затворы чтобы не стреляли почему во первых в ночной атаке один выстрел сорвет на всю внезапность во вторых мы идем достаточно плотными группами чтобы не потеряться чтобы удар у нас был массовый а в полуатаке мы можем перестрелять впереди бегущих наших же салдах это очень легко насколько велик был прогресс скажем появление первых танков английских и концу первой мировой войны насколько большого прогресса добились невероятный как в надежности машин так и в разнообразие видов танков появились танки со специальной радиостанции штабные им ставили специальную мачту на стоянке на нее натягивали антенну и пожалуйста работайте появились транспортные танки которые внутри перевозили для пехоты все необходимое прежде всего конечно боеприпасы воду продовольствие и танка сам по себе это как оказалось прекрасный бронированный тягач или грузовик появились первые опыты перевозки пехоты на танках и под броней то есть первый бронетранспортеры и бмп появились транспортер артиллерии появились первые самоходные орудия причем калибров до 280 миллиметров у французов появились первые плавающие танки была идея десанта на бельгийское побережье танки по специальной аппарели быстренько ставим аппарель потом эстакаду выгружаем асбарш танки карабкаются на бетонный мол и захватывают порт в результате немецкие подлодки лишаются базы на поле боя танки в теории организовали целый балет один танк идет впереди прорывает германское опровочное заграждение потом поворачивает параллельно траншеи держит ее под огнем мешая врагу стрелять по остальным танкам за ним идет второй танк тоже проходит либо через то же место где уже есть прорыв либо в нескольких десятках метрах слева или справа зачем чтобы когда танк будет прорывать колючую провоку снова он не закрыл бы своими гусеницами не затянул бы провокой первый проход для пехоты соответственно танки снабжались фашинами это специальные вязанки небольших столов дерева заваливаем заваливать траншеи проходит дальше и в итоге такой балет позволяет пехоте сравнительно легко и с крохотными потерями занять практически любую укрепленную позицию концу войны уже были вот скажем группы танковые которые прорывали шланнированную оборону то есть вот это уже военная мысль к этому пришла до причем по сути хватило буквально года уже в семнадцатом году камбры первое действие комбинированных групп то есть когда у нас и артиллерия и авиация и пехота и танки работали как единое целое они добились колоссального успеха но им чуть-чуть не хватило свежих резервов для того чтобы прорыв стал окончательным в итоге хотя немцы понесли очень большие потери и были сильно шокированы они смогли заткнуть дыру в своем фронте но танки показали что тут-то они наконец-то могут да и что это показали это грозная сила новости сейчас на радиостанции говорит москва этим голосом сказано все программа леонида вода продолжаем нашу беседу с историком евгением белошом и так мы начали говорить о том как вообще изменилась а тактика войны и снаряжение пехоты и войск вообще как раз первая мировая война стала своеобразным водораздел если раньше армия представляла собой достаточно единообразную массу одинаково вооруженных одинаково обученных солдат если не брать кавалерия с ее пафосными традициями которая грубо говоря должна была завалить его в определенной точке противника массы это конечно очень упрощенное представление там были свои тонкости но тем не менее стереотипа был именно такой но внезапно выяснилось что современное оружие современная тактика позволяет отбить практически любой пехотный напор и тогда пехота от массовых атак перешла к действиям сравнительно небольшая группа профессионалов вооруженных самых разнообразным оружием то есть в одной штурмовой группе мы имеем скажем ручной огнемет ручной пулемет гранатомет или миномет а конечно гранатомет тогда это не тот реактивный гранатомет который мы привыкли видеть тогда тогда это скорее небольшая мортирка или подобие под стульного гранатомета но общий принцип тот же такие члены штурмовых команд штурмовых групп могли быть и профессионалами например огнеметчиков специально учили действовать не только своим основным оружием но и ручной гранатой и даже саперной лопаткой это что касается немецких штурмовых групп то же самое в британской группе каждый члена штурмовой группы должен был быть в идеале взаимозаменимым то есть он мог метать гранаты он мог работать револьвером он мог работать и классической винтовкой со штыком и такие небольшие группы буквально взрезали вражескую оборону зачастую это даже официальный термин задачи именно нарезать оборону на ломтики а уже потом шла обычная пехота и быстро закрепляла их успех соответственно рядом работали снайперы рядом работа артиллерия рядом жить кстати ведь наверное окопная война она и способствовала появлению снайперов а да хотя снайперы применялись и в англобургскую и в англобургскую и в русско-японскую и даже в нашу крымскую войну на что очень жаловались англичане и французы то первая мировая война снова не только вызвала появление снайперов но и привык их расцвету снайперы были самые разнообразные они применяли и маскировочные костюмы включая те которые мы привыкли видеть на современных снайперов так называемые костюмы гильдии из множества отряпочек и ленточек а другие снайперы говорили что такой костюм неудобен балагон затачивается под определенную местности а на поле боя может встретиться самая разная местность поэтому лучше использовать какой-нибудь естественный камуфлеж грубо говоря грязь использовали самые разные снайперские винтовки некоторые британские джентльмены любители охоты приезжали со своим набором винтовок появлялись бронебойные патроны появлялись снайперские щиты за которыми можно было достаточно безопасно сидеть некоторые щиты были даже двойными они очень тщательно маскировались маскировка это тоже наследие первой мировой в результате можно было пройти буквально в нескольких шагах от снайпера и не заметить и а правду говорят что в русской армии сначала была финская оптика в первой мировой войне естественно по по финской оптике не могу сказать но в частности использовались канадские винтовки росса по крайней мере они действительно применялись это документировано более того всем любителям снайперов советую советский фильм снайпер если не ошибаюсь 31 года иногда он датируется 30-м годом он снят буквально до миллиметра по всем британским наставлениям с конкретными тактическими примерами это фильм художественный он можно честно сказать пожалуй один из лучших у вас снайперов вообще и пожалуй лучший снайперов первой мировой войны там как раз русские солдаты держат в руках канадские винтовки росса и более того воюют на западном фронте в составе нашего экспедиционного курса исключительно увлекательный и познавательный фильм там раскрыты практически все приемы снайперской войны причем раскрыто с упоминанием конкретных учебных полигонов упоминанием конкретных мест боев и конкретных тактических приемов я встретил честно я не помню где в описании действий русской армии в первую мировую войну смысл точно передаю кончая не могу процитировать до буквы партизанские отряды что было про образом подразделения специального назначения вот это мой последний вопрос после ответа на него я предоставлю инициативу нашим слушаем что это было тогда партизанами считались не бородатой дедушки с красными ленточками на подроби ковпака или профессиональные чекисты и сотрудники главного разведенного управления в великое отечество например медведев ваупшасов и так далее а это скорее были такие диверсанты действительно создавались партизанские команды разведчиков диверсантов они имели определенный успех и вскоре многие из таких партизана показали себя в гражданской войне причем по разные стороны баррикад можно ли вот отнести к таким партизанам действия с красной стороны это будену и естественно а с той стороны мамонтов и шкуру но это уже конечно уровень действия конных армий эти десятки тысяч людей на пике их численности но если брать более мелкие отряды туда тактика именно таких вот его партизанских налетов если на фронтах мировой войны по понятным причинам они себя показали достаточно склонно тот в гражданскую войну да они там себе проявили по полной программе то есть вот вы хотите евгений сказать что в условиях вот этого монолитного фронта первой мировой войны им просто было практически невозможно выйти в тел противника да а в гражданской войны но опять же по свидетельству историков и специалистов военных не было непрерывного фронта хотя попытки на фронтах первой мировой войны предпринимались неоднократно и на некоторых участках например когда немцы в пятнадцатом году пошли в большое наступление на русском фронте там они активно применяли кавалерийские команды снабженные зарядами взрывчатки и всем необходимым позднее они применяли комбинированные отряды уже с автомобилями с подвижной артиллерии прочих в румынии в шестнадцатом году и снова в восемнадцатом девятнадцатом году это уже бои нашей гражданской войны в прибалтике и в финляндии там они оттачивали уже тактику будущих подвижных отрядов которые немцам пригодится во втором мировой войне именно комбинированных когда мы имеем сравнительно небольшой отряд но он очень хорошо оснащен на зачастую уже имеет и радиостанции и броневики и автомобили и грузовики с пехотой и подвижную артиллерию на тягачах в результате такой отряд очень страшен например в двадцатом году набег всего одного такого отряда со стороны белополяков на ковель привел к дезорганизации тыла сразу двух красных армий позднее мы то есть советские военные теоретики очень тщательно изучали этот рейд в нескольких книгах как раз пытаясь понять как теперь будет воевать современная армия но с другой стороны же ведь хотя к первой мировой войне это отношение имеет подобными же методами действовал особый отдел западного фронта польского фронта и польских разведчиков контрразведчиков захватывали в плены вместе со штабными документами то есть обе стороны этим пользовались да по возможности конечно естественно ну я думаю что если конечно я вспомню что-нибудь я пользуюсь уже положением вам вопрос задам но сейчас я призываю задать вопросы евгению нашим слушателям пожалуйста ваш вопрос евгению белошу здравствуйте вопрос первый вопрос почему в 16-м году архангельским морским оборонительным районом командовал английский адмирал и второе кому в россии от 16 году тоже пришло в голову формировать войске части по национальному это по национальности национальной части ведь это же потом послужил к раздербанию россию семнадцатом году к временной правительству пришло по поводу английского адмирала не могу сказать флот пера мировой не мы этим извините евгений подобная ситуация она вообще могла сложиться когда британский офицер командует на территории российской империи неважно чем районом честно говоря не встречал такого документа то есть в вашей практике такого не не поддался да действительно у нас было очень много контактов с нашими союзниками и мы к ним ездили и они к нам отдельные части например английский под лодки воевали на нашем фронте и бельгийские бронейки соответственно наш экспедиционный корпус воевал на французском фронте на греческом соунингском фронте но так чтобы британский адмирал командовал в районе архангельска честно говоря не встречал таких документов а по поводу второго вопроса как раз первая мировая война послужила таким катализатором-детонатором для всевозможного национализма от австралии и новой зеландии до прибалтики почему создавались национальные части все очень больших потерь начали призывать и те контингенты так называемых инорусов в российской империи которых раньше формально не призывали за исключением всевозможных диких дивизий соответственно надо было как-то их мотивировать а как мотивировать создать и отдельные части сказать что вы самые лучшие вы замечательные вот сейчас то мы с вами победим кроме того необходимо отметить что те же прибалты очень очень не любили немцев и сражались против них отчаянно так что определенный смысл в этом был да вот учитывая то что вы говорите да не определенная очень очень серьезный даже да и те же латышские стрелки они впервые воевали именно против немцев и воевали хорошо по крайней мере по тем документам воспоминаниями что я видел соответственно то же самое происходило и на других фронтах австралийцы после понесенных потерь осознали себя как нации к нации осознали себя ну и так далее и так далее и так далее скажите пожалуйста а вот эти экспедиционные части анзаки как их называли га нации офицеры были их же или из метрополии я там было очень очень сложно в зависимости от каждой конкретной ситуации а то есть человек мог быть британцем с другой стороны он жил в австралии не вот это опять таки полная коренная смена отдельная сложнейшая ситуация возникла в ирландии то есть ирландия была частью британской империи с другой стороны там возникла настоящий водород событий незадолго до начала первой мировой войны там чуть не вспыхнула гражданская война а именно часть ирландцев хотела отделиться вот британской империи точнее даже не столько отделиться сколько получить так назовем у холм ру за управление хотя бы только это с другой стороны а было немало количество жителей ирландии которые совершенно не хотели этого самоуправления и наоборот говорили что мы едины с британской империи причем и те и другие создавали вооруженные отряды смотрели друг на друга возникала гонка вооружений все шло к натуральной гражданской войне причем и те и другие массы закупали оружие в германии еще скорее всего на деньги ирландцев которые разбогатели в америке да причем наиболее активно ввели себе юнионисты которые фактически с оружием в руках готовились противостоять политики собственного правительства по предоставлению британии самоуправления вот такой то интересный парадокс и тут начинается мировая война все говорят а давайте пойдем на фронт покажем на что способны настоящие ирландцы проявим себя и и те и другие шли в результате такой человек честно воюет на фронте возвращается в ирландию если он конечно живы а там и он назовет предателем то есть в то время когда в тылу мы боремся получается за национальное самоопределение ирландии какие-то там трус проливают кровь на фронтах первой мировой войны явно предатель то есть там возникла совершенно трагическая например вот индийские части или например французы конечно использовали этих своих зуавов там да 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 это из африки офицеры конечно были французы и англичане да в этих частях да но одновременно можно было вполне высушиться и из-за что называется коренных частей не понимаю а вот насколько первую мировую войну в русской армии рядовой мог стать офицером вполне особенно после понесенных потерь дело в том что тогда как раз качество офицерского состава резко деградировал именно в силу больших потерь офицерского и унтер офицерского состава в начале войны в результате возник даже такой специальный термин офицеры военного времени это именно из-за проявивших себя солдат то есть они конечно были очень храбрыми очень талантливыми и опытными но с другой стороны им часто не хватало теоретической подготовки ваш вопрос евгению здравствуйте один подмосковец скажите евгений а насколько есть мы систематические исследования они эффективности российского впк и а предательской практической роли вот большинства буржуазии наживающийся аля меньшиков на войне спасибо к счастью сейчас есть специализированная работа например поликарпа есть огромные том документов он так и называется военная промышленность россии если не ошибаюсь 1901 по 17 годы очень очень рекомендую он вложен в сеть там действительно огромная масса документов и мы должны изучать именно весь пласт этих документов там как раз видна вся трагедия промышленности россии да мы знали о том что нам нужно военная промышленность другой стороны у нас всегда не было денег нам надо никого не обидеть если мы не дадим деньги конкретному завода вот прямо сейчас у него не будет заказов не будет заказов не будет рабочих рабочие уйдут все завода нет в результате все предвоенные годы продолжалась дележка этого денежного пирога пытались никого не обидеть заводы в итоге производили по несколько винтовок в месяц это не преувеличение буквально по несколько винтовок в месяц на один завод но только чтобы он работал они выпускали всякие подсобные материалы тип кастрюль с другой стороны когда война наконец началась промышленность совершила героические подвиги зачастую выпуска тех же пулеметов выпуск снарядов вырос во много раз но требовалось еще больше здесь скорее стоит винить даже не столько промышленность сколько общую организацию особенно особенно организацию транспорта вот там действительно творился феерический бардак когда мы поставляем оружие на фронт оружие до фронта просто не доходит или когда наши союзники оружие до фронта не доходят вы не могли бы расшифровать что это такое то есть грубо говоря у нас есть самолеты которые стоят в т.у. сотни самолетов без привлечения без моторов самолеты есть моторов к ним еще нет а мотор разобранные стоит в ящиках в архангельске предположим причем они фактически уже готовы они пришли в россию вот единственное стоит доставить это кризис организации власти вот кризис власти на который делается определенный упор в советской истории как и если вы скажите это было правда полностью полностью но не окончательно как я уже говорил первая мировая война очень очень комплексные и противоречивые явления и в данном случае тоже до царское правительство в итоге как мы знаем не справилась с управлением было фактически бескровно никто не стал николая второго в итоге защищать даже монархисты требовали его отречения произошли известные события в петрограде с другой стороны спустя несколько месяцев с фронта идут письма но дайте нам уже наконец правильно царя что там делать а есть и такое если мы посмотрим на результаты деятельности временного правительства то вот здесь конечно совершенно роковая роль это вот деятельность временного правительства всех этих кадетов октябристов и так далее так вот это катастрофа да вот тут что называется все возможности для дальнейшего продолжения войны были утрачены абсолютно окончательно и когда потом уже пришел ленинцы товарищи у них возможности были резко резко ограничены и фактически они либо подписывают брестский мир либо немцы идут дальше да кстати говоря вот брестский мир это в нынешнем понимании который культивируется как мне кажется большевики предатели могли бы тогда так им накостылять даже вот читаешь отдельные статьи на про серьезных историков да ничего не могли да никому накостылять не могли абсолютно развал был полный хотя многие видны большевики утверждали что вот эта царская армия она плохая это армия временного правительства плохая а вот мы сейчас создадим революционную армию но когда мы ее создадим время тикает немцы уже идут вперед их никто даже не может остановить да и никто не останавливает все армия деградировал если в начале семнадцатого года армия было еще ничего то год спустя спустя несколько вот этих стадий последовательной деградации причем самое трагическое что деградация это было исключительно с хорошими целями мы сейчас просто из армии уберем всех кто тут мешает нашему революционному временному правительству а вот потом пойдем с красными знаменами на берлин ну да девиз керенского ну да 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 соответственно большевикам а именно ленину удалось избежать гражданской войны непосредственно между большевиками удалось фактически шантажом то есть ленина прямо заявлял что я тогда ухожу со своего поста и обращаюсь к рядовым членам им удалось подписать брестский мир и россия хотя бы вышла из-за мировой войны который на тот момент уже проигрывал и кстати говоря многие забывают о словах ленина мир грабительские ему говорили принимать а мы примем и не выполним сейчас новости на радиостанции говорит москва а потом уважаемые слушатели вы продолжите задавать вопрос леонид володарский этим голосом сказано все продолжаем нашу беседу с евгением белошим историком пожалуйста продолжаете задавать ваши вопросы и сейчас ваша очередь здравствуйте скажите пожалуйста вот первую империалистическую вот оставление раненых на поле боя они в плен попадали и вот с пленными как вот как их это на каком основании они там сидели в плену кто их кормил работы заставляли насильно или это добровольно было что у нас что в германии и третье вот пленные они сидели вот там вот вот например тухачевский ушел под честное слово что не убежит а убежил как вот для офицера это хорошо было или нет вот это очень хороший вопрос помимо прочего первая мировая война перевернула отношение к пленам если раньше считалось да да действительно офицер мог дать честное слово что он просто не будет воевать до конца войны и его спокойно отпускали то теперь стало понятно что и солдаты и офицер это грубо говоря ресурс топлива мировой войны а если мы его отпускаем если мы его щадим то он продолжает воевать против нас он может сама не хотите воевать но и просто заставит и такая вот совершенно бесчеловечность это тоже характерные водораздел первой мировой войны да там одновременно проявлялось его невероятное самопожертвование и даже братание с врагом но одновременно скажем у летчиков есть традиционный стереотип что вот они рыцари небо джентльменские поединки и все такое прочее посмотрите художественные фильмы рубежа тридцатых годов там все это показано великой иллюзии когда с одной стороны лощеный немецкий ас но он правда аристократ а француз который выиграет совсем молодой заново он из низших так сказать слоев но он по-моему рабочий да и там как раз показано эволюции если в начале аристократа сама нарезает для раненого француза изысканное блюдо чтобы он ее мог поесть то концу войны расстрелять пена да запросто с другой стороны надо отметить что в целом отношение к пленному в первой мировой было гораздо гораздо более гуманным чем во вторую мировую войну именно поэтому вторая мировая война вызвала такой шок именно массовое истребление а например первую мировую войну офицеры содержались отдельно от солдат были ли обязательные работы естественно для рядового состава смотря почему там опять-таки было всякое я к сожалению подробно этот вопрос не изучал ну да потом в конвенциях специально отмечалось что офицеров на работе гонять нельзя именно поэтому возникали сложности у ссс подписанием этих конвенций он всегда ставил отдельный условий что он будет относиться к офицерам как солдатам у нас все равно когда смотришь американские фильмы о военно пленных во время второй мировой войны но американцы в плену у немцев и я читал даже об этом что подчас да не подчас охранники в лагерях для военно пленных я подчеркиваю американцев питались куда как хуже нежели военно пленные которые приходили эти посылки через красный крест и они даже в некоторых фильмах подкармливают своих охранник в середине войны часто возникали ситуации с немецкими пленными на нашем фронте когда паёк их был больше чем у тех кто их охранил по крайней мере на бумаге в реальности было всякое например после сталинграда немецкие пленные они настолько долго сопротивлялись в уже безнадежной ситуации настолько верили своему фюреру что фактически сдались в плен уже живыми трупами у них не органы отказывали там кармини кармия все равно помришь и более того наши врачи честно пытались их спасти там возникали уже определенные эпидемии от которых гибли и врачи но они все равно пытались спасти в ваш вопрос пожалуйста евгению здравствуйте спасибо большое за вопрос пожалуйста евгений вам спасибо за очень хороший вопрос по опять же по всякому с одной стороны стандарты подготовки резко упали если до войны толковый сержанта скажем британской армии мог обеспечить 20 25 прицельных выстрелов из не самозарядной магазинной винтовки в минуту то концу войны регулярно встречались случаи когда целые подразделения просто не умели толком стрелять вообще да и стреляли из винтовки все несколько раз а им это не требовалось основную работу по засыпанию врага пулями выполняли ручные станковые пулеметы пехотинец обучался владеть ручной гранатой винтовка уже не играла такой роли хотя временами все равно оставалось а как готовили узких специалистов тех же летчиков авиационных механиков тоже было всяко я читал аудио воспоминания одного британского ветерана он попал на фронт имея налет всего в несколько часов а ну вот она требовательность войны да более того там совершенно страшная статистика если не ошибаюсь концу войны средняя эскадрилья состав ее обновлялся в год шесть раз именно поэтому это у кого это у британцев у британцев нового в общем статистика была в плюс-минус опыте у всех одинаковая поэтому есть такой фильм орел и эстреб или утренний патруль да они командира эскадриль левенкомандер там а буквально одно и то же или вот знаменитый ангел ада горда хьюзер фильм да там как раз наглядно показано что такое мясорубка мировой войны в воздухе когда у нас есть ас командир эскадрильи ему зачастую просто запрещалось летать ему приходится пасовать для на мировую бойню против эскадриль асов очень просто своих молодое пополнение которое радостное горит желание пойти в бой и он понимает что вот она статистика вы недели ты на фронте не проживете чему вы радуетесь и это у всех просто реально срывает крышу в особенности вот последние фильмы о первой мировой войне вот это общее место молодой военный летчик он приезжает на фронт он горит желанием отличиться ну и со всеми вытекающими или вот асс х и с макдалом это как раз он у нас по моему переводился вот это как раз по мотивам первых фильмов об авиации первой мировой все то же самое исключительно достоверно не ну наверное конечно были счастливчики типа германа геринга линдберг участвовал в первой мировой войне не американец чарльз линдберг или нет о нем не скажу участвовал ролан гарос француз который пережил спокойно войну в честь него назвали известный теннисный турнир позднее он разбился и тут надо отметить что несмотря на общее отношение к первой мировой войне как чудовищные бойни не будем забывать что в европе именно крупных продолжительных войн не было с наполеоновской эпохи то есть 100 лет назад были люди которым нравилось воевать которые специально лезли в самые опасные задания например макбрайт есть и его мемуары они правда на русские переведены отрывками он и снайпер он и пулеметчик он и разведчик правда а его силу но на европейском театре герой ствол да да причем по рождению он американец он специально записался в канадскую армию британской империи чтобы наконец-то повоевать помните когда америка еще не вступила войну на эскадрилье лафайет да 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 это американские летчики которые правдами и неправдами в этой войне воевали на стороне ну союзников да причем один из наиболее выдающихся летчиков был негром его отца чуть не линчали в сша он понял что ловить сша ничего перебрался во францию и стал там заслуженным летчиком истребителем было и такое кстати говоря был прообраз так сказать офицера сил специальных операций специальные значения лоуренс да да который именно выполнял вот работу офицера сил специальных операций причем он был не одним таким вот опять таки парадокс исключительно зарегулированное британское общество где все прописаны очень четко посмотрите фильма четыре пера старый или прочитайте книгу там все вот эти традиции до военной британской армии показаны замечательно с другой стороны появлялись совершенно безбашенные авантюристы которые ехали куда-нибудь саудовскую аравию или в туркестан гримировались там под местных полностью неотличимы лет например один из моих любимых персонажей британский офицер который воевал на западном фронте начинается гражданская война в россии его заносит в архангельск из архангельска он добирается до карелии и создает из местных карелов батальон святого патрика по образцу ирландских да ну святой патрик и покровитель ирландии и воюет там как натуральный полковник куртс то есть плюя и на лондон и на на всех остальных то есть он образовал какую-то свою там республику район то есть он там в оттягивался в свое удовольствие с другой стороны фронта в той же финляндии прибалтики воевал фон дер гульц да мне место нравилось его уже буквально оттаскивали кричали мужик мы проиграли первую мировую мы проиграли гражданскую хватит уже заканчивай он продолжил воевать как ни в чем не было еще один представитель с другой стороны инвер паша до которому все время было мало да он все время хотел воевать то союзниками а потом в союзе с красными а потом и красных предал и если мне не изменять то нашел он свою смерть и в нашем таджикистане в средней азии зелен красных придут да вот как он красных придут тут ему конец и пришел пожалуйста ваш вопрос евгению здравствуйте здравствуйте мой дед герой японской попал в австро-венгерский вен раненым и умными руками ногами и он после всю оставшуюся жизнь из-за того что кормили плеснилым хлебом мучился желудком вот есть ли возможность проследить какой то его сейчас путь фронтовой тут ну что ж тут надо поднимать архивы попробуйте посмотреть ргва это на водном стадионе академика макарова в москве там правда трудно но возможно там очень простая регистрация практически никаких документов не требуется но попробовать стоит наверное надо в поисковик забить в интернете ргва да р-г-в-а да российские государственные военные все понятно кстати говоря сколько же таких авантюристов вышло из первой мировой войны практически всем вот опять же про полковника лоренса он же потом рядовым объявился в разных смешных местах но почему-то все время на границе советским союзом и говорят все это из-за романтики я задал вопрос профессионалов они в один голос все говорят он осматривал театр будущих действий легко и соответственно у нас тоже были такие интересные ученые и специалисты по поводу британцев можно назвать и были у него есть замечательная книжка миссия в ташкент она переодена на русский представьте себе человек который одновременно ученый большой знаток бабочек имеет официальные награды от географического общества за исследование в центральной азии он же кадровый сотрудник разведки он же притворяется местным мужиком в центральной азии он же должен был наладить контакты я понять что вообще творится в средней азии когда там гражданская война он там был он там а никого в общем не нашел точнее кого нашел он об этом естественно не упоминает ну да благополучно вернулся обратно и после чего на несколько десятков лет стал таким джеймс бундом средней азии особенно в советской литературе человек меняет кожу это вот как раз это не да да очень любопытно то есть вот реальный человек жил себе и жил там любая фантастика это бруно ясен да 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 именно он да нет вот у нас пишут ученые мужественные естественные испытатели они исследовали притоки там сыр дарья аму дарья ганга волги чего угодно разведчик чистой воды тоже проживальский козов проживальщик или берем какого-нибудь опять же британского путешественника но он же потом пишет отчеты он привозит какие-то составленные им карты именно причем козов проживальский они официальные ездили от генерального штаба прежде всего генеральный штаб вообще это известно благотворительной организации конечно же и кстати характерная особенность мировой войны резкий плеск шпионом они во всех странах от россии до соединенных штатов и последующие события вот все это паранойя кругом шпиона кругом шпиона она очень объяснимо именно событиями мировой войны когда вот у нас есть линкор новейший а потом он взрывается и не не с того ни с сего прям на рейда или мы не несколько лет строим завод боеприпасов а потом на фуке нету его да спрашивается а нет ли тут шпионов не но нет ли здесь да злонамеренности некой и кстати говоря когда читаешь уже нынешние исследования например матахари да 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 но все вышпионило что можно когда начинаешь считать исторические исследования на документах выясняется попала как кур во щип да и подставили тут и подставили там и подставили везде общительная экзотическая танцовщица которая фактически нигде никакой шпионкой не было но репутации создали конечно блестящие правда расстреляли но этом но как говорит один мой знакомый профессионал это детали да да ваш вопрос пожалуйста здравствуйте здравствуйте михаил пожалуйста у меня два вопроса вот первый вопрос насколько правдиво стэнли кубрик в своем фильме тропой славы показал вот именно психологию войны с точки зрения вот командного состава антанты и спасибо а кто по результатам вот первой мировой войны из ну производителей там оружия спекулянтов и так далее наиболее так сказать прибоднился у нас и ну в странах так сказать антанты да да спасибо михаил спасибо большое хорошие вопросы спасибо стэнли кубрик фильм настолько фильм называется тропы славы это замечательный фильм он действительно один из лучших о первой мировой войны с другой стороны он настолько понравился во франции что и запретили на несколько десятков лет если мне не изменяет память поскольку при всех своих качествах он действительно очень хорошо снят там играют прекрасные актеры но с другой стороны он очень очень однобог да он показывает то что офицеры особенно французские офицеры относятся к солдатам как совершенно расходному ресурсу и там суть фильма в том что группу солдат осуждают за то чего они не совершали за трусость и приговаривают к тому чего они не делали их всячески пытаются спасти действительно во франции в британии более судебные процессы другой стороны в семнадцатом году ситуация во франции очень сильно напоминал нашу же ситуацию того же 17 года после неудачного наступления или когда казалось бы вот уже у нас есть и много тяжелой артиллерии и много танков и пехота у нас подготовлена имеет и гранатомет и миномет и аггемета да вот когда бы все на месте а вот опять не вышел и тут в ту начинаются забастовки на фронте откровенные бунты но тем не менее французы массовой пропаганды они объясняли за что мы воюем что все в порядке это не тупые мясники офицеры послали солдат на буйню что есть объективные трудности особенно если мне не изменяет память старался форш это один из наиболее выдающихся стратегов французской армии который не ленился лично объезжать части лично обеседовать солдатами то есть такой массовой пропагандой с другой стороны точечными репрессиями когда каждого конкретного агитатора или смутена хватали определяли меру его вины и расстреливали но именно точно никаких массовых казней там не было как бы потом пропаганда не старалась до французы смогли переломить ситуацию удержаться и в конечном итоге они войну выиграли с другой стороны отношение к французской армии что там тупые мясники генералы гонящие своих солдат на буйню это в общем картина любой армии первой мировой войны просто стэнли кубрик снял наиболее талантливо я не могу кстати вот я понимаю вопрос очень требующий пространного ответа не миф ли разговоры о том что русский командный состав первой мировой войны вот и состоял из таких тупых мясников он был очень разным кому то просто не повезло себя проявить нормальный ответ так ведь это все было по-разному они одни выродки да да именно это я всегда стараюсь показать а да трупы слава прекрасный фильм но посмотрите я правда не могу его рекомендовать всем итальянский фильм люди против он очень тяжелый да очень тяжелый да он даже более тяжелый чем трупы слава или те же осы в небе с макдалу вам когда фактически от эскадрильи остается один-два человека и они знают что снова придет пополнение что снова погибнет через неделю кстати лоуренс аравийск да да когда человек сделал для британии огромное но фактически все там правда вопрос о том что он делал в реальности да я что делал британской армии и что с ним потом стал то есть несправедливо буквально все или вот скажем а фильм который называется ревущие двадцатые судьба солдата вами у нас он собак судьба солдата в америке там и все то же самое полная депрессия чернуха победители возвращаются с фронта это целый пласт фильмов но на этом основан и все работы нет нет ничего ничего за что вообще воевали то и это сша которые войну то вступили в семнадцатом году на воевать масса начали в восемнадцатом там тоже произошла трагедия и возвращаясь к второму вопросу кто наживался на поставках продовольствия наживалась латинская америка был даже такой специальный термин маконочи это по фирме производителю консервов когда солдатам они ужасно чертили нажилась япония как поставками продовольствия так и поставками боеприпасов и оружие вообще и для японии заключение мира стал буквально трагедии как как все хорошо шло во многом именно поэтому возможно у японцев вот этот недовыработанный мире милитаризм так потом страшно проявлялся в китае они не знали что такое мировая война они знали что мировая война это здорово на ней торговать и как следует награбить не успели да огромное спасибо евгения за сегодняшнюю беседу в следующий раз следующее воскресенье все будет нормально евгений поделится с нами впечатлениями о своей поездке в сирию до свидания до свидания программа леонида володарского